Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить гильдию воров. Хотелось бы напомнить, что я уже давно не заливал видео, по причине учебы, по причине отсутствия времени, да не буду в принципе морозиться, чё. Не заливал и не заливал, дело такое. Простите меня пожалуйста за это, давайте-ка вспомним на чём мы там закончили. Да, мы узнали, что Мерсер Фрей предатель, что он убил Гала и пытался убить нас. Мы отправились к Энтиру, другу старинному Гала, чтобы расшифровать его язык. После чего мы отправились в Маркарт и завершали свои дела в этом печальном каменном городе. Теперь нам нужно вернуться к Энтиру, с копиями записей на фалмерском языке, чтобы он смог расшифровать собственно сам дневник. Выпить или поесть, только скажи. Маги не допускают нас в коллегию, говорят, что там опасно. Но это не ты, верно? Нет, это не ты. А ну да. Мы не так богаты, как Вайтран или Солитьют, но мы сделаем всё, чтобы вам у нас понравилось. Трактирщик. У меня встреча. Энтир. О, ты уже здесь? И как там наш друг Калсельма? Ну вот, это то, что тебе нужно. Я полагаю, будет невежливо интересоваться, как тебе удалось это заполучить. Так что я промолчу. Хм, копирка? Странно. Я ожидал увидеть записи. Это ещё та история. Я понимаю. А теперь дай-ка я на него взгляну. Дай его мне, пожалуйста. Так, держи. Очень любопытно и очень тревожно. Оказывается, у Галла много месяцев были подозрения насчёт преданности Мерсера Фрея делу гильдий. Галл узнал, что тот ведёт чересчур роскошную жизнь с непомерными тратами золота на личные удовольствия. В дневнике говорится, откуда золото бралось. Да. Галл, похоже, был уверен, что Мерсер тайно брал средства из казной гильдии. Ах, он сука. Ещё что-нибудь антир? У своих паровал. Что-нибудь о соловьях? Крыса. Да, вот оно. Последние несколько страниц, похоже, посвящены провалу соловьёв. Но он не вдаётся в детали. Галл также неоднократно упоминает, что, по его мнению, Мерсер осквернил некую сумеречную гробницу. Ча? Дохранят нас тени. Значит, это правда. О чём-то? Я не знаю, что такое сумеречная гробница. Что это? Что натворил Мерсер Фрейм? Прости, антир. Я не могу сказать. Самое важное сейчас доставить твой перевод в гильдию. И немедленно. Прощай, антир. Слова не могут выразить. Всё хорошо, королея. Не нужно слов. Хм? Почему ты не убила Мерсер? Мерсер солгал гильдии. Заклеймил меня убийцей. И использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. Двадцать пять лет я пряталась, никогда не спала дважды в одном месте и тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах и за ним начнёт охотиться гильдия. Возможно, в следующий раз у тебя не будет выбора. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Послушай, я хочу только, чтобы гильдия узнала правду. Они уважали Корлию, и она заслуживает большего. Сделай, что можешь, и я буду считать это личной услугой. Понятно, принято. Спасибо тебе, Интир. Если сможешь пробраться в коллегию и захочешь избавиться от краденого, заходи ко мне. Я иногда обращался с предметами сомнительного происхождения, и я смогу помочь. Прошу прощения. Ну, хорошо. Корлия. Мы должны спешить в Рифтен, прежде чем Мерсер причинит ещё больше вреда гильдии. В дневнике Гала упоминается некая сумеречная гробница. Ты уже многое знаешь, и я не вижу смысла дальше это скрывать. Сумеречная гробница — это храм Ноктюрнл, место, которое соловьи поклялись защищать до последней капли крови. Что такого особенного в этом месте? Что ему прям защита нужна? Сама Ноктюрнл простирает к нам руки оттуда. Все дары её содержатся в стенах гробницы. Похоже, Мерсер нарушил клятву Ноктюрнл. И осквернил то, что поклялся защищать. Воры и храм. Как-то это... Не вяжется. Я тоже так подумала, когда Гал открылся мне впервые. Полагаю, со временем ты тоже поймёшь. Возможно. Ладно. Давай разберёмся с этим. Так, соловьём, я поклялась хранить тайну гробницы. Я знаю, что в гильдии доверие не в почёте. Но я прошу тебе довериться мне ещё ненадолго. Хорошо. Мы будем действовать по-твоему. Ты спасла мне жизнь. Я тебе должен. Я направлюсь в Рифтон и разведаю обстановку. Попробую знать, что задумал Мерсер. Найди меня в буйной фляге. И учти, дело нам предстоит серьёзное. Хорошо. Я найду этому достойное применение. Если гильдия не прислушается к голосу разума, прислушаешься ты. Соловьиный клинок. Да, если проточить, вампирик будет неплохой. Что ж, отправляемся в Рифтон. Буйная фляга. Рада, что ты здесь. Думаю, ещё немного, и меня бы узнали. Не пора ли нам идти в гильдию? Да, время пришло. Пойдём. Смотри, Воба. Я не знаю, чего ждать, когда мы войдём внутрь. Не парься, мои клинки со мной. Бояться особо нечего. Ни Делвина, ни Вэкс тут нету. Только могильщик сидит там за столиком. О, у тебя должен быть очень веский повод, чтобы заявиться сюда с убийцей. Давайте, ребята. Занц, вложите оружие в ножны. Нам нужно поговорить. У меня есть доказательства, что всех возводили Занц. Никаких выходок, Корлея. Или я уложу тебя на месте. Ну, попробуй. Так, где же это так называемое доказательство? Я принесла вам дневник Гала. Думаю... Дай посмотреть. Нет, нет. Не может быть. Этого не может быть. Я знаю Мерсера столько лет. Это правда, Брин, Йольф. До последнего слова. Мерсер годами обкрадывал гильдию прямо у вас под носом. Есть только один способ проверить, говорит ли девочка правду. Делвин, открой хранилище. Ну-ка, придержи лошадей, Брин. Что в этой книжке? Что там написано? Что Мерсер в течение многих лет крал из нашей казны. Гал решил это расследовать и тут же был убит. Как мог Мерсер открыть хранилище, если нужны два ключа? Это невозможно. Он что, взломал замок? На этой двери лучшие замки с секретом, какие только можно купить. Вскрыть их нельзя никак. Ему не нужно было вскрывать замок. Что она несет? Отопри замок своим ключом, Дон. Мы откроем дверь и выясним истину. Я повернул свой ключ, но хранилище все еще закрыто накрепко. Теперь вставляй свой. По имя восьмерых, все пропало. Все! Заходите сюда, все сюда. Блестяще. Ну, помидорки остались. Золото, камни, все пропало. Сукин сын, я убью его. Чихоакс. Спрячь оружие. Сейчас же. Не дергайся. Нельзя терять голову. Нужно успокоиться и подумать. Делай, как он говорит, Векс. Так делу не поможешь. Ладно. Будь по-твоему. Пока что. Делвин, Векс, наблюдайте за флягой. Если увидите Мерсера, немедленно скажите мне. У меня тут полно заданий. Интересно. Брин, стой. Прежде чем я помогу тебе поймать Мерсера, я хочу знать, что сказала Корлия. До последнего слова. Ладно. Галла убил Мерсер, а не Корлия. Да. Этого я и боялся. Последняя запись в дневнике Галла подводит к мысли о том, что он собирался представить Мерсера суду гильдии. Еще что-то? Галл и Корлия с Мерсером вместе были так называемыми соловьями. Что? Соловьи? Ну, я всегда думал, что это просто байка. Ну, чтобы молодняк строить получше. Она тебе еще что-то рассказала? Это Корлия стоит за златоцветом. Хотела выставить Мерсера дураком перед Мавен, да? Умная крошка. Было что-то еще? Нет, это все. Тогда у меня есть для тебя важное задание. Нужно пробраться в дом Мерсера. Ух ты. И поискать улики, которые нам помогут понять, где он. У него есть дом в Рифтоне? Да. Подарок от клана Черный Вереск, когда они выставили оттуда прежних жильцов. Интересно. Называется усадьба Рифтфельд. Он там не живет, только платит за нее. Нанял какого-то громилу по имени Вальд для охраны дома. Я займусь этим. Будь осторожен, парень. Это последнее место в Скайриме, куда бы я тебя отправил, если бы был выбор. Просто пролезь внутрь, найди что нужно и уходи. И можешь убивать всех, кто встанет у тебя на пути. Хорошо. Поосторожней в доме Мерсера. Я не хочу терять людей из-за этого безумца. Расслабься, я пойду один. И как это он обчистил хранилище? Хе-хе-хе. Значит, усадьба, да? Вот она, по идее. Нужен ключ. И тут нужен ключ. Значит, зайдем с другой стороны. И вот она, по-настоящему, по-настоящему, по-настоящему. И вот она, по-насاعению. И вот она, по-настоящему, по-настоящему. И вот она, как ты, молодец. Она разваловала. По-настоящему, по-настоящему. концентрация м что стало с анимацией я таки не понял ну ладно это похоже на какой то механизм но у меня нет лука тогда придется заходить более традиционным путем дверь заперта на запор с другой стороны значит это единственный путь верно в 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 Ладно, прости, дружочек, но тебе это больше не нужно. Да, забраться в его дом это довольно-таки нелегкая задача, но ладно. По крайней мере я знаю, что мне нужно делать. Ммм, ядами-полезням. Маленькая лживая шлюха. Малец-то не от меня. Давай не будем, а? Да, золота не хватает. О, как. Эх, один хороший рейд. Да, золота не хватает. Вообще. Вообще. Выпил трепиво, рыпнул некрасиво. И вымолвил эльфу прощай. И было все тихо, ни звука, ни крика. Но чей-то закончился рай. Нажимная пластина. Ловушек вроде нет, но трогать тот сундук я не буду. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Не дурно. Однозначно не дурно. Показалось, думал, это растяжка. Епона мать. Хорошая ловушка. Прошу прощения, если вам слышно моего соседа, дебила. Вот, но... Витрина с охладителем. Вот такой вот уникальный меч. Стеклянный. По названиям Охладитель. Одноручное оружие с уникальным зачарованием. Хорошая и дорогая штучка. Его я, пожалуй, буду использовать как одно из оружий против Мерсера. Соловейный клинок и Охладитель. Бюст. Серого лиса. Это для коллекции в гильдии. Какое-то письмо. Ну и, собственно, планы Мерсера Фрея. Теперь нам нужно поговорить с Бринельфом. Далмарцы? А, ну да, я же должен был за Эсберном сходить. Это попозже. Это попозже. Но мне попались его планы. Вот смотри. Шорова борода. Он охотится за глазами Фалмера? Гал с ними все время носился. Если он их закропастает, то больше мы его не увидим. Денег ему до старости хватит. Нормально. Значит, его нужно остановить. Согласен. Он забрал все, что оставалось у гильдии, а теперь еще и хочет провернуть кражу века. Это просто оскорбление. Я поговорил с Корлией и принес ей извинения от лица гильдии. Теперь она хочет с нами поговорить. Быстрее, у нас мало времени. До встречи, Борис. Ну что скажешь? Если хочешь поучиться стрелять, и у тебя есть деньги... Бриньёль, пришло время решить судьбу Мерсера. Пока не выбран новый глава гильдии, решение за тобой. Хорошо, девочка. Я пришел к решению. Мерсер Фрей пытался убить вас двоих. Он предал гильдию, убил Гала и поставил под сомнение наше будущее. Он должен умереть. Согласен. Вы должны быть очень осторожны, Бриньёль. Мерсер Соловей, последователь Ноктюрнл. Тогда это правда. Те истории, что я слышал. Соловьи, их связь с Ноктюрнл и Сумеречной гробницей. Да. Поэтому нам надо приготовиться и встретить Мерсера во всеоружии. Прямо за Рифтоном, за юго-восточными воротами, начинается тропка, ведущая в гору. В конце этой тропы поляна. На ней древний стоящий камер. Прошу вас двоих встретиться со мной там. Мне тоже нужно кое-что подготовить. Встретимся у камня. Встретимся у камня, чё? Только давай по-быстрому. Ну, чего надо? Многие, кстати, не знают об этом выходе из города, то есть из Рифтона. Поэтому пойдем именно по нему. Не знаю, где тут эта тропка, но указатель меня ведет сюда. Соловиный зал. Ого, полегче давай, а на. Где-то. Ладно. Нотар. Сопротивление холодом. Да ёпт твою мать. Я не могу в нее попасть. Хм. Можно, в принципе. Только надо отожараться. Немножко. Чё-то сразу напомнило мне Фоллаут. Кстати, скоро же ж выходит Фоллаут 3. О, 4. Тоже залипну. Ни на одну и ни на две недели, так как это было с Ведьмаком. А вот и все. Да, много уж я на тебя потратил, тварь ты. Эй, такая. Ну, что за камень здесь? Знак тени. Хм. Недурно. Но у меня нету чем хилиться, это... Обидно, слушай. Обидно. Рада, что ты здесь. Да. Что здесь необычного? Чем это место необычного? Которую первые из нас вырубили прямо в склоне горы. Прикольно. Мы пришли сюда в поисках силы, которая поможет нам одолеть Мерсера Фрея. Что это может быть за сила? Иди за мной, я все объясню по дороге. Без балды. Сюда, пожалуйста. Куда? А вот сюда. А вот и Мерсер. Да, мы вперед. Так вот он какой, соловьиный зал. Я слышал об этом месте, когда вступал в гильдию, но не думал, что оно и вправду существует. Мнение, что соловьи просто миф, активно насаждалось в гильдии. И не без причины. Это помогало отмечать внимание отношения к природе. Что не так, Бриньо? Я почти слышу, как на лбу у тебя собираются морщины. Я пытаюсь понять, зачем я здесь, девочки. Я не жрец и уж точно не религиозен. Зачем ты позвала меня? Речь не о религии, Бриньо. Это деловая необходимость. Идем. Это соловьиный зал. Больше ста лет сюда не ступало на гане посвященных. Теперь, после того, как вы пройдете вооружение и возьмете соловьиные доспехи, мы можем начать обряд клятвы. Время уходит, а Мерсера мы пока не нашли. Давай займемся этим. Ладно. То есть, ни у кого не возникает никаких вопросов. Пошли, взяли броню и примем глядву соловьей. Нормально. Хорошо, почему бы и нет. Соловьиная броня. Одна из лучших броней для скрытности. И также одна из лучших по виду. К сожалению, у меня один из модов запорол стандартной текстуры соловьиной брони. Теперь ты можешь дать... Поэтому она у меня выглядит вот так. Ну, то есть, я имею в виду перчатки и сапоги. Деидрические, а этот... А нагрудник стандартный. Ну, как вы видите, это... Теперь ты можешь дать клятву. Это все. У всех. Они... Смотри, у корлей не запорота. Прикольно. А вот у него запорота. Думаю, надо довериться и согласиться. Так, где шмотки мы взяли. Теперь что? За этими братами вас ждет возможность стать соловьем. Серьезно? Вы не дормози, девочки. Броня мне нравится. Да, кстати, броня мне нравится тоже. И пана мать. Становиться соловьем? Это не обсуждалось. Да-да. У нас нет шансов победить Мерсера без поддержки Ноктюрнелл. Если она решит принять вас в свою паству, следует заключить соглашение. Какое соглашение? Я хочу знать условия. Условия просты, Бриньольф. Ноктюрнелл позволит тебе стать соловьем и использовать твои способности, как ты хочешь. Взамен ты должен служить стражем сумеречной гробницы и в жизни, и в смерти. Прикольно. Ясно. Сыр не бывает бесплатным. Но сейчас, я полагаю, терять особо нечего. Если это означает конец Мерсера Фрея, считай я в деле. А ты? Ты хочешь принести клятву Ноктюрнелл? Ну, знаешь, по мою душу уже и Гермеус Мора, и парадеэтрических принцев. Я думаю, да. Почему бы и нет? Я думаю, после того, как мой персонаж умрет, Даэдра, Божества и прочие потусторонние высшие силы объявят войну за него. Да, я согласен. Хорошо. Когда я открою врата, стань шапа не вру. А он же еще и давакин. То есть еще и в зал славы поднимется. Во имя Вальхаллы и прочих богов. Поговори, когда клятва будет дана. Пойдем. Пойдем, я готов. Открывай. Нет, я не могу. Дергай ты. Поговорим, когда клятва будет дана. Ладно. Я призываю тебя, госпожа. Моя госпожа Ноктюрнелл, королева тьмы и императрица тени. Услышь мой голос. Ах, королевия. А я-то думала, когда ты придешь. Потерпела неудачу, так ведь? Моя госпожа, я отдаю себя в твои руки и прошу о милости. Я признаю свое поражение. Ты и так моя, королевия. Наш договор скреплен давным-давно. Что ты можешь предложить мне сейчас? Со мной двое желающих принести клятву и служить тебе и в жизни, и в смерть. Ты удивляешь меня, королевия. Такое щедрое предложение. Моё желание сокрушить Мерсера превыше жажды богатства, Ваше Величество. Месть? Как интересно. Хорошо. Условия приемлемы. Приступайте. Владычица Ноктюрна, мы принимаем твои условия. Мы вверяем в себя тебе, как твои мстители и твои часовые. Мы будем чтить тие соглашения и в этой жизни, и в следующей, пока твои требования не будут выполнены. Очень хорошо. Хорошо. Я называю ново посвященных соловьями и восстанавливаю тебя в этом звании, королевия. А в будущем советую тебе не огорчать меня больше. Все. Теперь мы соловьи, да? Вроде да. Ну что, погнали. Советую сперва поговорить с Корлией. У нее новости, от которых тебя затошнит. Затошнит прям. Лады. Корлия. Теперь, когда клятва принесена, пора раскрыть тебе последнюю тайну. Истинное преступление Мерсера. Ну давай, давай, давай. Что он натворил? Мерсер смог открыть хранилище гильдии, не имея двух ключей. Потому что он украл в сумеречной гробнице скелетный ключ. Сделав это, он разорвал нашу связь Ноктюрнл. И, по сути, вызвал полосу неудач для всех нас. А-а-а. Это значит ключ, что открывает любую дверь, да? Ну да. Но ключ открывает не только физические преграды. Мы не используем и части талантов, которыми одарены. О как. Великие силы и великие возможности надежно заперты в глубинах нашего сознания. Когда понимаешь, что ключ может открыть и такой замок, возможности становятся бесконечными. Я хочу себе эту штучку. Мы втроем станем его хранителями. Боюсь, это невозможно. Почему? Если ключ не вернуть на место в сумеречной гробнице, гильдия обречена. О как. Со временем наша удача исчезнет совсем. А веришь или нет, лишь поразительная удача позволяет вору держаться на плаву. А, ну, вообще-то не совсем. О да. В нашей профессии редко приходится возвращать украденное законному владельцу. Ну ладно, ладно. Займемся делом. Бриньюльф хотел кое-что отсюда, прежде чем отталился. Сосед, чтоб ты сдох, там в конвульсии. Тварь. Выслушай его. Слушай, тварень. Нужно еще одну вещь решить, прежде чем мы пойдем за Мерсером. Кто будет управлять гильдией. Ну как кто? Ты... Зачем ты мне это говоришь? Мы с Карли многое обсудили до твоего прихода. Ты пришел после меня. Когда мы с ним разберемся, останется только вернуть гильдии прежнюю силу. В общем, мы с ней решили, что ты, наверное, сможешь заменить Мерсера на посту главы гильдии ворона. То есть я, да? А, почему я? А ты... Я играю в эту игру уже очень давно, дружище. Очень давно. Я крыл цацки узнать и вешал убийства на швецов. Я это хорошо умею. Наверное, лучше многих. Ну и все. Я никогда не рвался к власти. Не жаждал ее. Она мне не нужна. Я просто не хочу. А, ну ладно. Ну что ж. Я даже не знаю, что сказать. Ну, нам еще кое-что нужно сделать до твоей коронации. Так что давай не будем разнюниваться. Хорошо. Я принимаю твое предложение. Тогда решено. Когда все закончится и люди Делвина мне скажут, что мы снова на Каневской Риме, тогда и обсудим детали. А пока у нас работы по горло. Ладно, погнали. Я внимательно изучила эти планы, и я уверен, что глаза Фалмера лежат в две мирских руинах Иркантанда. Мы с Корли и будем тебя там ждать. Приготовься, парень. Эту битву мы на долго запомним. Иркантанда. Ладно. До встречи, парень. Погнали. Я думаю, вложимся в одну серию. Можно было, само собой, разумеется. Я-ня-ня-ня-ня. Покажите мне камеру, лучше. Что-то хотел сказать и забыл. Класс. Можно было, конечно, проточить эту броню, но нужно спешить. Нужно не дать уйти Мерсеру. Ты еще кто? Ассасин? Какого хрена? Балет меня. Ща-ща-ща. Да подожди ты, ну. Хе-хе. Что за хрень? А ну подожди. Отвали. Ты тварь. Ну че, давай в тот дуал покручивают, да? Ну так вот. Все. Записка. Записька. Иди сюда. Кто меня заказал? Ваша цель СДД. Подлежит уничтожению любым способом. Было проверено темным образом. У него кто-то кому-то. Это очень личность мешает. Мы. Ага. Провал не допустим. Астрид. Подружка Астрид. Ладно, ладно. До тебя я еще доберусь. Попозже. Погнали. Так, и как же туда добраться. Ну, в принципе. Скоримские лошади настолько суровые, что могут забраться фактически под любую горку. Я сказал именно фактически, потому что это так и есть. Что-то там мой плащ кто-то заляпал. Суки. Как-то гору обойти. Устала лошадка. Ничего. А вот и вход, собственно. Ладно, отдыхай, лошадка. Вперед. Вход должен быть где-то здесь. Ага, ну почти. Но я, по идее, не должен убиться, если буду так сайгачить. У меня есть возможность, но, по идее, не должен. Все-таки вор мирового класса, ёпта. Контант. Не, ну это вы, конечно, хорошо придумали. Думали. Все дела. О! Он меня убил. И хпшки у меня нет. Он меня убил. Да, чем хпшку вбить? У меня нет. Бежим. Пришел твой конец. Иди ты нахуй. Иди ты нахуй. Это был не лучший мой прорыв. Но все-таки я это сделал. Хорошо. Ого. Зелица. Это не нужно. Отмычка не нужна. Я взлом прокачал на максимум, по-моему. Эксперт. Изи. Нормально их идут туда. Раскидали. Надеюсь, это не мои ребята. Так. Такси. Блин. Это мирская сфера. Все. Катись отсюда. Это мне надо вниз, походу. Это какой-то злоебучий механизм, или это опять сфера, где-то катается. Это сфера. А, мать. Катись отсюда. Божья. Ау. Да там камень помешал. А куда мне, собственно, надо? Сюда? Да блин, шо у меня с хпшкой? Все время происходит. Хпшка как-то резко дерзко сбилась. Ну да ладно. О, блин, меня пауки заметили. Ёбаные, нахуй. Так. Пойдем. Думал, пригодится. Не пригодилось. Разучился я играть, пока не играл, собственно. Мерсер был здесь. Из-за перерыва? Надеюсь, мы не опоздали. А те бандиты при входе? Мы с Бринельфом нашли их в таком виде. Работа Мерсера. Мы должны догнать его, пока еще не поздно. Тогда пошли. Мы должны быть осторожными. Не удивлюсь, если он оставил для нас парочку сюрпризов. Размотаем. Я скорее умручу, да Мерсеру получите эти камни. Про сюрпризы, да? Ладно, пошли. Главное, это что? Правильно, чтобы костюмчик правильно сидел. Че? Что это? Че? Это Мерсер. Смотри. Вон, внизу. Понял, девочка. Покажи. А, во, во. А, блин. Вон, шкирится, шкирится, сука. Он играет с нами. Заманивает нас. Да, девочка. И мы будем готовы к встрече. Пойдем дальше. Ладно, пошли. Только я бы не стал так по-тупому драться. То есть по-тупому лезть в драку. Тем более, что это не мой топовый персонаж, за которого я привык уже играть. Да ладно. Просто будем осторожными. Сложность какая? Ну так. Вроде интереса. Мастер. Прекрасно. Хорошо, хоть не легенда. Так. Посмотри, какое все огромное. Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Не видела. Брать не буду. Представь себе, какие богатства скрыты в этих стенах. Так. Кто там? Давай, рупайся. Пошли. Уже все равно палево. Эксперт. Да ези, блин. Не знаю, зачем я это сделал, но я это сделал, тем не менее. Прошу прощения. Так, надо побыстрее на ту сторону перебежать. Готово. Капкан. Капкан. Серьезно. Капкан. Серьезно. Ладно, пойдем дальше. Мерсер, мерсер, что за хуйня? Еще все палится, блядь. Почему все на соплях? О, блядь. Ни херашка. Оказался крепким пацаном. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Турно представить, на что он способен с ключом в руках. А вы там где? Со мной, милый, спасибо. Я тебя одолею. Ладно, удалеешь, удалеешь. Мне бы только до нее добраться. Есть. Стой. Ладно, хер с тобой. Катись. Все, валим. Валим, ребятки. Надо капканы позакрывать, а то еще попадутся. Пока быстрее. Шевелите поршнями. А я посмотрю, тут он уже повозился. Молодец. А, так вот как он открыл ту дверь. Помните? Ммм, там тебе нужен был коготь, а он открыл его, получается, без когтя. Вот тварь. Блин. Ух. Ох, там война пошла. Это хорошо. Так. Тут надо подняться. Нет, это не здесь. Это еще выше. Что, размотаривай, Центурион? Быстро. Там, вот это место. Вот там где-то тот балкон, с которого мы смотрели, да? Ну, вот он получается, да? Хорошо. О, блин. Это так он с ними разобрался, да? Тихо, 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 тихо. Ясно, понятно. Ты что, со мной в дверь зашел? Сука. Все они принесут. Подожди. Хватит там молиться, блядь. Дайте я похиляюсь хотя бы. Ох ты, блядь. Прошу прощения за соседа дебила. Так. Который там не может все никак успокоиться. Ладно, берем в руки то, что я собирался. Это же соловьиный можно не брать. Или соловьиный брать, но не брать. Этот охладитель. Здесь что-то никого нет. Подожди, это не то, что нам нужно. Пойдем вперед. Дергай. Умрем. А это вот таки покрошило, да? Аккуратно нажимные плиты. Нажали. Держи. Где он там? Тогда я залезу, сука. Я не могу. Я принесу твою душу на черно. Пляхомуха. Я даже не знаю, что с ним сделать-то. Давай я его пожарю. На, получи. Ну, еще один. Ты куда? Думаю, они все поняли. Да, они все поняли. Они были киборги. Они ничего не поняли. Я слышу, как по этим трубам течет вода. Судя по всему, мы под озером. Ну, судя по всему, да. Что это было? Это была опять... Хуево, туча фаунера. А-а-а-а... Не, 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 не... Тебя тьма! ты че жрешь пока я с тобой разговаривать начнешь ты пил нам куда сюда да это че такое это вообще нечестно болезнями ядом сразу же леченица у меня это у меня иммунитет вот так вот башку отбил чем твоими клиночками что-ли дурак да щас вернем че ты пиздишь то все будет хорошо пойдем приготовимся ребята ребята ладно отомстим но следующей серии вернуть ключ всем спасибо дорогие друзья за просмотр в следующая серия будет финальная то что то я уже что часу дотянули всем спасибо всем пока же гномы тут ориентировались мне бы